Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова И нечакана открывает для себя чаронный и незнанный свет минувшины родного краю. Миновито тады Теодор Нарвуд народился як будучий историк и краязнавцем. Шляхтич активно сбирает неграфичные фольклорные материалы, проводить археологичные раскопки. Коррестается известками, что отрымливая от доброохотных корреспондентов взрослых кутков Беларуси. Выником становится грунтовная праць по истории, археологии и этнографии нашей родины. Теодор Нарвуд у першыню доследовал руины крепости ля вёске Лыскава на Городенщине, где знакометы Лыске замок. Открыл старожытное явное похование каля родного майонтка Шауры. Аписал шмат Курганол и першым выказал с догадки об их призначении. Разом с неаспречными навуковыми заслугами Теодор Нарвуд был так само несвядомым, а махчима и свядомым створальником шерогу мифов. Наприклад, Ецвягов он относил до скифских племенов. Он свержал, что дрыговичи жили каля Киева. Он высынул гипотезу про тое, что образ Вастербрамской Божьей Мати, князь Алигерд привёз к Крыму. А в результате такая мифотворчасть у той час народжения сучасных европейских наций была справою звычайной. До следчика текавили народные святые обрады, так само легенды и падания. И он, сгадывая веру наших протков в исновании бесмаротной души, что после смерти человека для тая альбо белой голубкой на небо, альбо черным кромкачом у пекла. Вядомые ягоные разважанье про походженье русалок. Теодор Нарвуд лечил, что русалки вятатые девчины, что силою были выдадены из-за неолюбых и поздней утопились. И у русальны тыдень яны шукают женихов, заманивающих хлопцев у ваду. После повстания 1830-1831 годов Теодор Нарвуд был обвиноватшаны расейцами у патрымцы повстанцев, организацией летя гарматов и распрацовцы планов по захопе Бабруйской фортеции и Вильню. Однако за отсутности доказов навуковец пазбех покаранье. Головная праца життя Теодора Нарвуд – девятитомная история литовского народа, выдаденная у 1835-1841 годах. Для ее створения историк выкрыстал белорусские летописы и довела писание падей до часов Люблинской унии. Теодор Нарвуд 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 Важным досягнением шматгадовой працы Теодора Нарвуд и агонных поплечников стало заснование Виленского музея старожитности, что дейничал с 1855 года до Первой Сусветной войны. Активную делу повстанника Стуся Калиновского взяли дети Теодора Нарвуд. Особливо вызначился старейший сын Людвиг, что воевал на чале уласно створанного отраву и загинул в бои с Российцем. Теодор Нарвуд Теодор Нарвуд выхвал годного сына Людвига, який у иначе му взрослите за свое патриотичное переконание и нелегальную деятельность был высланной у солдаты на Кавказ. До речи в своих листах сын просил батьку прислать ему волоску либо колосок из родных полев. В 1863 годе Людвиг Нарвуд створил самый боевздольный повстанский отдел во всем крае и три месяца поспехово воевал с царскими карниками. У 30 годов он загинул в бои. Батька переразил сына всего на один год. Теодору Нарвуду у той час было уже 80 годов. «Тередаешь ты, что твой сын забитый», запытаўся ягол генерал-губернатор Муравьёв. «Мою ясше сыну усіх выхвал для очинни». Атказаў Нарвуду. У тым же воді ягоня стала. Военный инженер, який палымянна закахаўся ў істору роднага краю і стал навуковцем гісторык, этнограф і археолах Теодор Нарвуд. Теодор Нарвуд професынный военный инженер, гісторык, аматор, археолах, праводзів раскопкі на Беларусі, напрыкат, каля Рагачова на Дняпры, каля свайго майонтка родавага там, дзе нарадзівща, выраз нача на Гарадзянщыне. Як історык, хіба найбошь заслужаны тым, што знашоў, апублікаваў знакамітую хроніку Быхавца. Вот гэта яго галунная заслуга. Нарбута перад гістерографіями ніякалькіх народів. Не тільки беларускай бувам написан творат і по-беларуску, але так само литувська і ще Європа. Субтитрувальниця Оля Шор Європа.